А на 14 февраля, на день всех влюбленных мини, кто ничего не подарил, я решила поехать в Ривгош и сама сделать себе подарки. И поэтому накупила всякой косметики, и сегодня я вам покажу ее. Они увидели, что я с ребенком, и подарили нам вот такой набор для плетения украшений. Вот такое сердечко с резиночками. Так что будут покупки из Ривгош, из Ашана и из магазина Магнит Косметикс. Пока у меня дочка увлеклась резиночками, я вам покажу свои покупочки в феврале, косметические. Купила, я уже давно хотела попробовать такое вот масло эликсироприображения Гарниер. Оно мне очень понравилось, оно очень вкусно пахнет, аромат на волосах держится около 3 часов. Ну, то есть, ну, как на улицу видишь, он, конечно, выветривается. А так вообще отличное масло, оно не утяжеляет волосы, хорошо их питает, они блестят потом. Я в основном это масло наношу после мытья волос на влажные волосы, распределяю. Это масло очень легкое, оно само по себе не жирное, поэтому волосы не жирнятся. Это масло очень быстро впитывается в волосы, они потом очень такие мягкие на ощупь, блестящие. И, кстати, я купила это масло в магазине Ашан за 225 рублей. Я вообще офигела, когда увидела в Ревгоше такое же масло за 380 рублей. Поэтому обязательно нужно сравнивать цены в магазинах. Действительно, цены иногда в Ревгоше заоблачные. И еще в Ашане я купила две пачки вот такой морской соли. Все знают, что она очень полезная, что она обладает противовоспалительным, противозудным, молаживающим эффектом. Также она оказывает и успокаивающее, тонизирующее, освежающее действие. Я уже показывала, что я с такой солью люблю принимать ванны. Хотя бы раз в месяц устраиваю себе релакс в ванну. Добывает, что я вот целую пачку 500 грамм добавляю в ванную и расслабляюсь там. И также тут написано, что она способствует появлению упругости, гладкости, эластичности кожи. И представляете, эту соль я купила в Ашане всего за 10 рублей за пачку. Добало больше брать, потому что в аптеке обычно я покупаю такую соль за 70 рублей. И еще в магазине Ашан я купила две маски по 40 рублей каждая. Обожаю такие плацентарно-коллагеновые маски. Я уже покупала маски такой марки, и мне очень они понравились. Я прям вообще в восторге. У меня очень сухая кожа, и поэтому после применения я уже вижу эффект, потому что маска действительно очень хорошо питает кожу. Сразу лицо такое становится гладкое, бархатистое. Я никогда не смотрю на эту цифру. Я считаю, чем больше здесь цифры, тем лучше эффект. В магазине Magnit Cosmetics я купила для снятия макияжа вот такой мягкий лосьон и мицеллярную воду. Мне очень нравятся эти средства чистой линии, потому что они действительно хорошо снимают макияж без раздражения. Мицеллярную воду я попробовала два раза, и посмотрите, как уже мало осталось. Ну то есть она вообще, конечно, тут 100 мл, она не экономичная, и хватит ее даже, наверное, на полмесяца, а то и меньше. Такой лосьон я покупаю уже распятый, наверное, мне очень нравится, не щиплет глазки, хорошо снимает бережно макияж. Мне он вообще устраивает. Водичка очень приятно пахнет, у нее такой тонкий нежный аромат. Ценный минус, что она не экономичная и очень быстро расходуется. И эта мицеллярная вода мне даже больше понравилась, чем от Гарниер. И еще в Магнит Косметикс я купила вот такие вот кремы для лица. Мне очень понравился вот этот крем, потому что он действительно хорошо питает, увлажняет и освежает кожу. Им я пользуюсь утром, наношу потом после него тоналку. А вот, кстати, коробочка от этого крема. Надо ее сейчас будет выкинуть. Лифтинг-эффект, увлажнение, свежесть и полноценное питание. Олесь, отстань. Отстань. И еще крем для лица. Ой, ужасный просто. Он ужасно воняет какими-то лекарствами, антибиотиками. Вот этот вот ромашка и земляника. Ну, короче, на лицо я больше его использовать не буду, потому что я попробовала один раз и все. Я просто не могу, меня тошнит от этого крема. Я буду его использовать там на ноги, мазать. Здесь на коробочках, конечно, очень много всего расписали, что он успокаивает кожу, снимает раздражение и все в этом роде, короче, увлажняет, хорошо и питает. На самом деле он не какущий. Ты крем куда делай? И вот эти крема для век, я купила их, по-моему, еще месяц назад. Они у меня уже почти кончились. Я обожаю такие крема для век, но они у меня быстро кончаются, потому что я их очень люблю наносить на все лицо целиком. И больше всего мне понравился вот такой вот крем 100 рецептов красоты. Крем для век. Интенсивно питает кожу вокруг глазок. Глаза не болят и не щиплет. И в Ревгоше я купила подводку для глаз и тоналку. Я очень давно, очень долго искала тоналку такую, чтобы очень хорошо подходила для сухой кожи, чтобы хорошо увлажняла ее. И мне кажется, я нашла ее. Для моей сухой кожи эта тоналка очень хорошо подошла. Это Rimmel London Lising Finish. По-моему, это самый светлый оттенок 100. Мне он очень подошел. Он как раз не желтит кожу лица. Для светлой кожи на зимний период, пока еще не на загорелую кожу, мне этот оттенок очень хорошо подошел. Я думаю, для как раз светленьких он очень хорошо подойдет. Этот крем очень хорошо выравнивает тон лица, идеально матирует кожу, обеспечивает достаточно такое плотное покрытие. Но перед его нанесением все равно нужно хорошо увлажнить кожу обычным утренним кремом. Кстати, точно такой же крем от Rimmel есть в другой стеклянной упаковке с помпой. И та, конечно, упаковка более смотрится такой дорогой. Ей, конечно, удобнее пользоваться. Но, извините, она и стоит в два раза дороже. Этот крем я купила за 400 рублей. И давайте теперь покажу вам классную подводку. Я ей пользовалась уже раза три. И она мне очень понравилась. Это Evo Mosaic. Пока мне эта подводка очень понравилась. Ее твердый тонкий наконечник. Очень удобно рисовать стрелки. Она очень быстро засыхает. И стрелки становятся матовыми почти мгновенно. Она держится весь день, не растекается, не отпечатывается и не растекается. Вроде бы на этом и все. Все, что хотела, показала. В следующем месяце придет мой заказ из Faberlico и Zayvon. Очень много всего она заказала. Так что обязательно будет обзор покупочек. И выскажу свое мнение. А на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Анастасия Флешка.